Всем привет! Мы сейчас собираемся ехать в магазин за продуктами. У меня заканчивается стираться стиральная машина. Я хочу её развесить, потому что там одежда рабочая Адриана. И нужно, чтобы это всё просохло. Погода у нас ужасная. С утра идёт дождь, не переставая. И достаточно холодно на улице. И после обеда, если не поменяются планы, то я поеду в Икею. Продолжение следует... Я пока что всё позакидывала вот так в холодильник. Это остаётся в сумках. Сейчас поднимется Адриан. Если сможет, то разберёт. Если нет, то я уже когда приеду. А я бегу. Я уже дома. Уже достаточно времени как дома. Я приехала где-то в 10, начало 11 с Икея. Но на самом деле мы приехали намного раньше. Только ещё решили выпить кофе здесь у нас внизу в баре. Посидеть, ещё чуть-чуть поговорить. И потом они уже уехали домой. Они живут в одном доме. Наша подруга купила себе квартиру в том же доме, где живёт её подруга. Так что им в одну сторону. В Икея мне ничего не удалось поснимать. Потому что они в основном ходили там, где посуда. Потом там, где постельное бельё, ковры. Ну, вот по этим зонам. И так как мы поехали в обед, ну, где-то в 4 часа. Мы только приехали с магазина. Оставили покупки. Я вытащила рыбу там. И всё такое, что может быстро испортиться. Мы с Адрианом спустились только в бар. Заказали себе по испанской тортии. По кусочку. Только заканчивали есть. Я даже, кстати, это не сняла. Уже позвонила моя подруга, что она здесь. Мы сказали, что мы в баре. Доедаем. И они подошли к нам. Мы выпили по кофе. И потом быстренько поехали в Бильбао, в Икею. Всю дорогу разговаривали. Лил ужасный дождь. В некоторых местах было. Я даже не знаю, как моя подруга водила. Потому что ничего не было видно из-за дождя. Увидели очень неприятное происшествие на дороге. Машину одной девушки развернуло. То есть задняя часть оказалась на бордюре. Передняя часть машины на проезжей части. Это скоростная дорога. Там все летят 120 км в час. Эта девушка там, мы видели, с кем-то разговаривала по телефону. И ужасно плакала. Ужасно напуганная была. Ну, короче, такая неприятная ситуация. И самое главное, что нельзя остановиться, чтобы ей как-нибудь помочь. Потому что это запрещено. И вот всю дорогу мы думали об этой девушке. Потом дорогу обратно тоже об этой девушке. Я очень надеюсь, что с ней ничего не случилось. Что к ней приехала какая-нибудь помощь. Полиция там, эвакуатор. И ей смогли помочь. И ничего с ней не произошло страшного. Ну, и пока мы добрались в Икей, уже начинало темнеть. И они быстренько бегали туда-сюда, туда-сюда. Я за ними. И ничего не могла поснимать. Это не так, как Адриан, что он знает, что я снимаю. Он меня ждет. Моя подруга тоже знает, что я снимаю на YouTube. Но она не очень любит, чтобы ее снимали. У нее почти нету фоток в Facebook или в других там социальных сетях. Но ничего. Покупку Адриан в основном все разложил. Я вот сейчас только пришла. Мы там разделили рыбу, заморозили. И там еще чуть-чуть кое-что поскладывала. Сейчас вам сперва покажу покупку из Икея, что я купила там. И потом уже покажу, что мы купили в магазине Роски. Но так уже все разложено. В Икея я потратила 97,50. Взяла вот такую вот простынь на кровать 1,62 м. Потом взяла пододеяльник. Не было одинакового цвета, так что решила взять вот такую простынь и вот такой вот пододеяльник. Пододеяльник еще идет с двумя наволочками. Для этих наволочек подушек у меня не было. Так что я взяла еще две подушки и коробку для хранения. Также взяла пакетики для заморозки. Коробка вот такая вот. Я уже сейчас смотрю на нее и жалею, что не взяла две. Но ничего, может еще как-нибудь получится съездить. И размер вот такие. 44 на 55 и на 19. Достаточно вместительные. Подушки вот такие. Возможно, я их чуть-чуть проглажу хотя бы сверху, чтобы придать им форму. Вот эта вот линейка. Размер 50 на 60. У меня таких нету размеров. И тем более они такие приятные. Только нужно их разровнять. Простынь 85% хлопок и 15% леоцелл. На резиночке. И такая приятная на ощупь. У меня никогда не было белья из Икея. Так что я не знаю, какое оно в использовании. Но попробую. Под одеяльник ушли вот такие вот две наволочки. Я видела их в разложенном виде. Уже с подушкой. И они мне прям очень понравились. И под одеяльник тоже там был представлен уже с одеялом внутри. Так разложен красиво. И я просто как увидела вот этот вот цвет. Камера, наверное, и не передаст. Но я просто влюбилась. Никаких рисунков, ничего. Но все равно мне понравилось. Ну и под одеяльник у меня 240 на 220. Здесь 60% хлопок и 40% леоцелл. Идет на пуговичках, как мне нравится. У меня все под одеяльники идут на пуговичках. Я не брала ничего такое супер теплое. Потому что у нас в квартире очень тепло. Даже ночью у нас температура обычно зимой не спускается ниже 21 градуса. Так что я думаю, что холодно под ним нам не будет. И сейчас это все на стирку. И в субботу уже поменяю новенькое белье. Все, белье на стирке. И пакетики взяла вот такие. На 1 литр и на 400 грамм. Потом еще упаковку мы уже ее открыли. Потому что замораживали рыбу. На 2,5 литра и на 1,2 литра. Ну и в холодильнике уже все разложено. К сожалению, этот раз я вам не смогла показать нормально покупку. Мы взяли йогурты. Йогурты вот такие вот. Сметану. Там кефир. Это свежий сыр. Потом здесь мы взяли бургеры. Лосось у нас был. Взяли палету. Две упаковки. Козий сыр. Две упаковки для салатов. Опять коробку, которая смеется, этот плавленый сыр. Яиц набрали. Потом вот такой вот томатный соус. Я люблю его разводить водой и пить коксом. Это картофель с куриным мясом, которые у нас еще остались на завтра. Здесь молоко. Оливки, маслинки. Вот такие вот кексы. Голубика. Взяли капусту. Взяли листья на салат. Свежий лук. И вот такой вот перец. Сетку взяли. Ну и на двери, что у нас поменялось? Масло добавилось. Голубые сыры. Это я любитель. Так, здесь все-таки было. И здесь майонез еще купили. А так, что все без изменений. Мясо вот кроме вот этих бургеров, этих котлет для бургеров, ничего не брали. А вот рыбы взяли целый лосось в заморозе. Здесь голова хека и голова лосося. Также косточки для супа. И хек тоже взяли. Уже поставили на заморозку. И еще взяли килограмм креветок. Тоже уже на заморозке. Взяли пять килограмм картофеля. Ну и здесь взяли яблоки. Взяли мандарины, помидоры. И все, бананы у нас были. Мандарины у нас еще есть в другом месте. Это то, что не помещалось, я поставила сюда. Так нагрузила эту корзину. И цукини. Я не знаю, я буду их жарить. Возможно, и часть пожарю, а из части сделаю суп-пюре. Потому что супы-пюре сейчас заходят на ура. Так что вот такие вот покупки. Я чуть-чуть насчет постельного белья сомневаюсь. Какое-то оно, мне кажется, не очень качественное. Но подруга говорила, что у нее почти весь текстиль из Икея. И она очень им довольна. А в коробку я, наверное, как-нибудь на днях сложу мои летние вещи, что поместится. Поставлю их под кровать. Там должно еще быть место. Сейчас летними вещами я уже точно не буду пользоваться. Сейчас уже очень холодно. Мы как-то ехали обратно. По дороге было 8 градусов. И когда приехали в Сан-Себастьян, здесь было 9 градусов. То есть температура упала очень сильно. Плюс этот дождь и холодный ветер. Так что сейчас уже нужно доставать потихонечку зимние вещи. А летние уже собирать. Адриан уже ушел спать. И я, наверное, тоже уже пойду в кровать. Потому что сегодня был такой очень насыщенный день для меня. Эти магазины все. Это все постоянно бегать. И я чуть-чуть себя чувствую уставшей. Тоже думала идти с ним. Но потом вспомнила, что я же утром начинала влог. И совсем ничего толком не снимала. Так что решила вам поснимать, что купила. И потом уже показать это в холодильнике, что могла. Так как сегодня не было времени, чтобы заснять все хорошо. Ну, хотя бы вот так. Ну и на этом я с вами сегодня попрощаюсь. Всем хорошего настроения. Берегите себя. И всем пока-пока.